Приветствую вас, Аня. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Во-первых, стоит, наверное, сказать, что ваши опасения, они как минимум адекватные, как минимум они логичные, как минимум они правомерные, вот. А как максимум вы начинаете перерастать своего молодого человека, потому что за 6 лет, которые вы встречаетесь, ну, совершенно очевидно, что 6 лет назад, когда вы встречались с молодым человеком, вы были в одном состоянии, вот, психологическом. Ваш мужчина был в другом состоянии психологическом, и, соответственно, вы видели в нём кого-то, кто вас невероятно защищал, кто привлекал и так далее. Но с возрастом ситуация могла меняться, вот. Могла и менялась, и в итоге сейчас, сейчас, как максимум вы своего молодого человека просто переросли. Вот. Дальше идём. Далее. Молодой человек, он ведёт себя по отношению к вам таким образом, что, по сути, пытается вас подчинить себе. Это тоже, довольно-таки, справедливая история с вашей стороны. То есть, молодой человек сознательно чувствует свою слабость, пытается вас контролировать и пытается вас к себе привязать. Плюс родители ему внушают, в силу того, что он мягкий, внушают ему, как нужно, как правильно, и его собственные идеи, собственные мысли игнорируют и обесценивают. И, соответственно, молодой человек не может выстроить личные границы между собой и вами, и между собой и вами. То есть, проблема личных границ у него присутствует. Эта проблема и будет сказываться, к сожалению, и на вас, в том числе, тоже, потому что, ну, так же вас будут ущемлять, и так же вы будете чувствовать некое, такое вот, некое давление, да, на себя. Вот. А что касается вас, то вы говорите о том, что вы мягкий человек, ваша мама воспитывала вас в строгости, и это тоже влияет, потому что у меня нет ощущения, что вы не до конца свободны от влияния своей мамы. Вместе с тем, вы говорите, что скучаете по молодому человеку, что вам его не хватает, и я полагаю, что над природой вашей скуки, тоже желательно бы поработать, потому что нужно понять, что она из себя представляет. Вот. Что из себя представляет скука. Что касается того, что вы пишете по поводу вот этой перемирной, да, что молодой человек вот хочет остаться в Кирове, и то, что вы поссорились с ним, и то, что вы считаете, что это родители вмешиваются и прочее, то мне кажется, что здесь ситуация связана исключительно с тем, что вы терпели ранее, ранее вы терпели какие-то вещи, вы игнорировали себя, вы игнорировали свои чувства, вы игнорировали свое отношение, вот, к родителям, и сейчас это все начинает вырываться. Главное того, есть, конечно, вариант такой, что решив, окончательно решив для себя, что вы будете в Москве, например, вы, я так понял, не предупредили своего молодого человека о том, что вы приняли окончательное решение, а он с вами разговаривал, ну, исключительно в таком, в таком, опять же, как я понял из вашего текста, больше в предварительной форме, нежели чем в окончательной, отсюда и, соответственно, между вами непонимание. Ну, в целом, я могу сказать, что ваш момент, где вы говорите о том, что он меня перед родителями не защищает, он очень двойственный, со одной стороны, да, вы правы, молодой человек перед своими родителями вас защитить все же должен, потому что это все-таки его родители, и он находит, как бы, с ними общий язык, а не вы изначально, с другой стороны, в силу, вот, самого характера, семьи молодого человека, и вот снова он делает упор на традиции, на традиционные ценности, вот, которые не подразумевают того факта, что у женщины будет карьера, то есть вас побыстрее захотят сделать материку, вероятно, побыстрее захотят, чтобы вы просто были домохозяйкой, и все, и не примут то, что вы будете работать и так далее. То есть здесь, мне кажется, вам нужно понять природу своих чувств молодому человеку, и того, что вы хотите для себя. Я думаю так. То есть любовь, это желание сделать другого счастливым, но нельзя, нельзя сделать другого человека счастливым, при этом не сделав счастливым, опять же, себя. Поэтому, если вы будете несчастливы, то и молодой человек тоже будет несчастлив, если не с вами, то просто сам по себе молодой человек будет несчастлив. Поэтому здесь ситуация вот такая. То есть, если мы говорим о любви, то мы говорим о желании сделать человека счастливым. Если мы говорим об этом, то данное невозможно без того, чтобы сделать счастливой себя. А если бы сделать счастливой себя, вы знаете, что вам нужно сделать. И молодой человек, если опять же он вас любит, он примет это ваше желание, а потом все равно нацелено на, собственно, ваш личностный род. Любовь включает в себя, помимо всего прочего, и личностный род. Если молодой человек не готов к тому, чтобы личностный род слитой, о любви, как такового, с его стороны говорить уже не приходится. Вот, в принципе, и все. Ну и, вместе с тем, ваши ценности и ориентиры также вызывают вопросы в плане свободы, вопрос очень строгая мама, а вы мягкий человек. Так, если предполагают, а стеснение, б отсутствие личных границ, в это сомнение в своих чувствах, недоверие. И, значит, г это вот привязанность, которая является компенсацией за то, что вы сами себе подавляете. Ну и, и, вопрос, что вы учитесь в медицинском университете, да? Ну вот, это вопрос, свобода выбора профессии. То есть, насколько вот вы выбрали эту профессию сами, выбрали вы сами, или все-таки мама подсосовывала как-то, потому что, ну, она слишком сильная сейчас в вашей жизни, да? То есть, она, даже как родители вашего молодого человека, она тоже нарушает ваши личные границы. И, вероятно, еще и в этом направлении желательно поработать, чтобы давать адекватный отпор маме в том, что ее уже не касается, как ее не касается, в том, что вы будете делать в своей жизни. И, мне кажется, что глобальная задача в том, чтобы вы сами поверили в то, что вы можете делать в своей жизни абсолютно все, что вы хотите. Ну, естественно, если вы можете это сами обеспечить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.